Школьный проект по окружающему миру Красная книга России Красная книга – аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов. Красная книга является основным документом, в котором вобщены материалы о современном состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных. На основании которых проводится разработка научных и практических мер, направленных на их охрану, воспроизводство и рациональное использование. Почему книга красная? Как известно, красный цвет – это запрещающий цвет. Он обозначает «Остановись», «Стоп», «Не уби», «Дальше так нельзя». Красный цвет – это сигнал тревоги и опасности, сигнал СОС. Этот сигнал нам подают животные и растения. Книгу назвали «Красной», чтобы привлечь внимание людей. Создание Красной книги Идея о необходимости создания Красной книги возникла в конце 50-х годов. Она зародилась среди ведущих ученых разных стран, объединенных в Международный союз охраны природы и природных ресурсов. Международная Красная книга, впервые изданная в 1996 году, включала в себя описание 200 видов птиц, около 100 видов млекопитающих и примерно 25 тысяч видов растений. Первая Красная книга в нашей стране была издана в 1978 году и называлась она «Красная книга СССР». Спустя 6 лет появилось второе издание, затем третье, более полное. Был расширен круг животных, нуждающихся в охране. В Красной книге Российской Федерации приняты 6 категорий редкости таксонов и популяций по степени угрозы их исчезновения. И страницы, предоставленные следующими цветными страницами. Черная – 0, вероятно исчезнувшие. Единица – красная, находящаяся под угрозой исчезновения. Двойка – желтая, сокращающаяся в численности. Третья – белые страницы, редкие. Четвертая – серые страницы, неопределенные по статусу. Пять – зеленые страницы, восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Содержание Красной книги. Красная книга разделена на два тома. Первый том – это животные и второй том – это растения. И сейчас мы рассмотрим некоторые из животных, находящихся в этих страницах по одному животному с каждой страницы. Ноль – черные страницы, вероятно исчезнувшие животные Красной книги. Один из них – это Атлантический осетр, вероятно исчезнувший в России вид. Не исключены заходы сопредельных акваторий в Балтийском и Черных морях и встречи в Ладожском озере. Места обитания. По биологии ладожской популяции имеются лишь отрывочные данные. Для нереста раньше он заходил летом в реку Волхов, где располагались основные нерестилища. Но после строительства Волховской ГЭС он перестал появляться. Из известных экземпляров – самка Атлантического осетра, выловленная около реки Устья Волхов, 2 июня в 1951 году имела вес 113 килограмм и длину почти 3 метра. Имела возраст 29 лет. Один из представителей красных страниц, находящихся под угрозой исчезновения – это красный коршун. Среднего размера хищная птица из семейства ястребиных, обитающая в Европе, на Кавказе, в Иране, Малой Азии и на северо-западе Африки. Редкий вид, общая численность в мире оценивается не больше 30 тысяч пар. В 20 веке общая популяция вида резко снизилась, причем только с 70 по 90 годы прошлого века численность упала на 20%. Основной причиной столь резкого падения численности, которая продолжается и в настоящее время, называют преследование человеком, то есть отстрел, сбор яиц, применение отравленных приманок, а также снижение качества и хозяйственное использование земель, приводных для гнездовий. В 2016 году Банком России была выпущена серебряная монета номиналом 2 рубля в серии «Красная книга», посвященная «Красному коршуну». Тигр внесен в «Красную книгу» в России, как животное, сокращающееся в численности. Также он внесен в охранные документы других стран. По состоянию на 2020 год охота на тигров запрещена во всем мире. Ситуацию с охранением тигров в глобальном масштабе можно охарактеризовать как катастрофическую. За последние 100 лет численность этого вида сократилась в 25 раз, со 100 до 4000. При этом численность продолжает снижаться. На территории России тигр официально взят под охрану в 1947 году, после внесения в Международную «Красную книгу» и охраняются у нас в ряде государственных заповедников, в том числе и Амурский тигр. Тигру была посвящена почтовая марка в России в 1993 году. Редкие виды животных «Красной книги». Один из них – это морж. Взрослого моржа легко узнать по своим огромным бивням. Морж – один из крупнейших представителей ластоногих и по размерам уступает лишь морским слонам. Зимнее плавание в России называется моржевание. В 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы утвержден день моржа, который ежегодно отмечают 24 ноября. В 18-19 столетиях морж подвергся серьезному промыслу со стороны американских и европейских зверобоев. Это привело к резкому сокращению численности, что в свою очередь чуть не привело к полному уничтожению атлантической популяции моржа. Коммерческая добыча моржей в настоящее время запрещена законами во всех странах, где она была до этого распространена. В ограниченном объеме промысел разрешен короненным туземным народам, существование которых тесно связано с добычей этого вида. И Лаптевскому моржу посвящена монета Банка России. В 1998 году они выпустили серебряную монетку номиналом 1 рубль. Даурский еж Ощутимое сокращение популяции даурских ежей произошло в начале 60-х годов прошлого века в результате масштабного применения ядохимикатов для уничтожения грузунов, переносчиков чумы. Современная численность ежа в юго-восточном Забайкалье примерно оценивается 550-650 тысяч голов. Из антропогенных ограничивающих факторов для даурского ежа наиболее существенны лесные и степные пожары, применение ядохимикатов, уборочные сельскохозяйственные работы и беспривязное содержание собак. Основными пищевыми конкурентами даурского ежа являются барсук и енотовидная собака. Барсук, кроме того, основной природный враг ежей, поскольку он может доставать их из нор. И в 1999 году Банк России выпустил монету, посвященную даурскому ежу, серебряную монету номиналом 1 рубль. Восстанавливаемые и восстанавливающиеся животные Красной книги. Один из них Северный олень, численность которого дикого оленя вызывает опасения в связи с тем, что на него охотятся нелегальные охотники, браконьеры. И главный враг среди хищников – волк. Большое количество оленей погибает от волков и браконьеров. Но по количеству домашних северных оленей Россия занимает первое место в мире. Связь человека с северным оленем имеет долгую историю. В течение последних нескольких десятков тысяч лет северный олень является основным ресурсом для многих народов. Освоение суровых территорий севера было бы невозможно, наверное, без северных оленей, добыча которых давала человеку пищу, одежду, постель и кровь. И рассмотрим одно из растений, находящихся в Красной книге России. Это лотос орехоносный, вид многолетних травянистых земноводных растений. Растет он в России на Дальнем Востоке, на побережьях также Каспийского и Азовского морей. Растение съедобно целиком, а также применяется в лекарственных целях. Лимитирующие факторы это загрязнение и осушение водоемов, сбор цветков и плодов, вылавливание со дня корневищ в декоративных и пищевых целях. По берегам лотос поедают дикие кабаны и домашний скот. Также это заиливание озер, изменение режима рек, строительство пластины, иногда выпас скота. Большой урон наносят зарослям кабаны. Вид занесен в Красную книгу России как редкий вид. И в заключение можно сказать, что Красная книга это не просто книга, это печальный перечень, который мы должны уважать и помнить. Каждая строчка в ней это исчезнувший или исчезающий вид животных, рептилий, насекомых. И каждый человек способен вложить крошечную частичку в дело сохранения и восстановления на земле тех видов, которым гранит опасность вымирания.